Их сложно представить порознь. Не только по жизни, но и в творчестве братья Ткачёвы идут бок о бок. И хотя юбилей отмечает младший брат Алексей Петрович, но всё же на торжественную церемонию они приехали вместе. Одному из них недавно исполнилось 90, другому скоро будет 93. Братья Ткачёвы шутят, что и досчитать до таких цифр сложно. Но до сих пор они пишут картины. Пусть понемногу, два часа на работу, но обязательно каждый день. Без живописи себя уже не представляют, ведь с ней связана почти вся их жизнь. Обязательно мы утром в мастерскую идём и обязательно мы сидим у холстов или за акварелью. Мы уже не можем, это наши лекарства. Не работая мы уже больные. В свой 90-летний юбилей Алексей Ткачёв не мог не приехать на родину, ведь именно здесь он и его брат начали заниматься живописью. Сначала художественная школа в Бежицком доме пионеров, затем училище, потом Московский художественный институт имени Сурикова. Алексей шёл вслед за своим старшим братом, а спустя какое-то время и соавтором работ. Откуда мы художники стали? Наша мать была прекрасная рукодельница. Она самородом из деревни Речицы, древнее село Речицы. У неё чувство и краски было, и орнамента, чувство от природы уже. И где-то, наверное, нам это передалось. Их судьба удивительно интересна. В семье Алексея и Сергея Ткачёвых было 9 детей, причём рисовали четверо. Во время войны старшие братья ушли на фронт, двое погибли, остальная семья работала в эвакуации. Тематика Великой Отечественной красной нитью проходит во всём их творчестве. Я помню, в 44-м году в декабре солдатом из госпиталя я приехал в родную Бежицу. И пошёл я на свою Тульскую улицу 17. Смотрю, моего дома нет. Дом сгорел. Я стою и слёзы сами... И тут смотрю, сестра с двумя детьми, Шура. Вот мы стоим все вчетвером и плачем на этой Тульской улице 17. Поздравить с юбилеем Алексея Ткачёва собрались представители областной власти, брянские художники, ученики детских художественных школ. На торжество приехали и вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, кандидат искусствоведения Александр Греков, член-корреспондент Российской академии художеств Дмитрий Шмарин, который к тому же стал председателем жюри международного конкурса детского изобразительного искусства имени братьев Ткачёвых. Он был объявлен в преддверии 90-летия Алексея Петровича. На торжестве победители конкурса получили награды из рук народных художников. Евгения Павлюкова, Александр Егоров, События Брянск.